правое полушарие интроверта интроверт подкаст выпуск 7 привет вам мы наконец-то настроили нашу машину подкастов выходим постоянно и регулярно и смотри мы обычно с тобой так иначе затрагивали тему кино не правда ли скажешь да привет никита действительно мы кино наверно в каждом нашем выпуске хотя бы там минуту уделяем и говорим об этом я уверен что каждый наш слушатель любит ли ценит кино особенно потому что у нас постоянно выходят наши лекции к кино лекции триллер кубрика все ради вас и мы наконец-то решили все-таки шутки шутки в сторону мы наконец-то решили поговорить об этом чуть более основательно причем не с актер не с творческой стороны то есть актер режиссер и так далее мы отдельно с ними покурим а с людьми которые позволяют смотреть это кино в нашей стране то есть люди которые берут на себя мужество а брать сложное противоречивое не всегда массовое не всегда так адекватно понятное кино привозить его в россию и показывать наши как говорится хорошей бодрой публике то что она здесь без них бы не увидела поэтому я приветствую нашего нашу гостю вика лымарь это про менеджер компании эйван кинопрокатная компания которая возит сюда таких не повыситого слова громких имен как триер как сорентина и многих других здравствуйте здравствуйте вот и начали на самом деле на самом деле я рад что ты пришла к нам потому что действительно я как любитель кино мне всегда было интересно изнутри как это происходит ну понятное дело с режиссерской стороны с актерской стороны ты это понятно в принципе так или иначе об этом везде говорят а что касается того как привести сюда фильм об этом ну я честно конечно не особо не интересовался что прям запросы и в интернете но так открыто никто бы об этом не говорит хотелось бы для начала чтобы наши слушатели поняли чем вы занимаетесь послушать у тебя вот о проекте в двух словах можешь рассказать что вы кто вы и как вы и как вы привозите к нам эти фильмы да действительно люди не всегда понимают как кино попадает в кинотеатры и мы занимаясь кинопрокатной деятельностью поставили себе одну из задач не только привозить кино но еще и объясняет нашим зрителям этот процесс как все происходит как все устроено быть максимально открытыми потому что скажем так такие компании как наши которые занимаются именно авторским кино не массовым не мстителями и там не знаю человеками пауками а все-таки каким-то более артовым кино более сложным мы понимаем что мы очень зависим от своей аудитории и нам в наших же интересах чтобы аудитория понимала что она очень сильно влияет на нашу жизнь и и поэтому мы конечно с радостью всегда рассказываем как это все устроено не видим смысла что-либо утаивать и скрывать в разумных пределах конечно есть какие-то да все таки аспекты про которые не принято говорить там да считать чужие деньги и так далее хотя сейчас просто нет это все просто на самом деле можно найти сейчас интернет слава богу можно посмотреть все что угодно чем собственно занимаемся мы и как происходит весь процесс если на пальцах то вот допустим какой-то режиссер снял фильм я скажем испанский и мы например что-то про этот фильм услышали узнали и у нам он показался интересным если этот фильм есть на каком-то кинофестивале на каком-то кино рынке то соответственно мы узнаем условия на которых мы можем этот фильм приобрести точнее не сам фильма права на него дальше идут процессы переговоров где мы там обсуждаем на каких условиях мы можем получить права и когда мы договариваемся и к чему-то приходим то уже начинаем какую-то свою кинопрокатную деятельность так сказать то есть мы переводим фильм занимаемся звучанием субтитрированием готовим материалы трейлеры тизеры сам фильм готовим рекламную кампанию выстраиваем какую-то политику как мы будем позиционировать продукт на какого зрителя он рассчитан договариваемся с кинотеатрами убеждаем их брать наши фильмы в прокат и это действительно непросто потому что одно дело когда мы говорим о московских и питерских кинотеатрах где публика уже в принципе очень активно ходит и разбирается и знает кто и что снимает а другое дело когда мы говорим о каких-то региональных кинотеатрах где никто не знает кто такой джим джармаш почему нужно смотреть его фильмы и вот хвала нашему кинопрокатному отделу которые просто совершают подвиги своими лекциями о том кто же такой трир кто же такой джармаш по телефону директору кинотеатров где-нибудь вперми чтобы там показали этот фильм ну и соответственно в ходе работы мы рассылаем эти копии в разные города и кинотеатры ставят их в расписании показывают фильмы вы их смотрите знаешь мы подготовили тут вопросы такие которые ну вот хочется прям задать такие возможно для тебя не банальные но для нас это будет вообще что-то а вот как выглядит фильм сейчас ну вот в том виде что вот раньше это была пленка и вот привозят пленку а как сейчас то флешка через скайп по скайпу отправляют вам этот фильм сейчас это выглядит по-другому и конечно век цифровых технологий все стало проще и грубо говоря нам присылают ссылку на скачивание мы скачиваем фильм так просто да ну она там естественно защищенную нам присылают пароль и все там пограничено по времени и мы скачиваем этот фильм дальше уже в зависимости от того как кинотеатры с какими носителями работают потому что у кинотеатров тоже надо понимать разная аппаратура кто-то работает с dcp проигрывателями да кто-то показывает с компьютера и мы даем mp4 обыкновенный или на есть и такие но потому что dcp оборудование это очень дорогостоящие удовольствие и конечно не все кинотеатры особенно в регионах имеют возможность с этим работать еще далеко не все оборудованы так конечно сетевые если мы говорим там про формулы кино cinema парк король и так далее они конечно все оборудованы и нужным техническим оснащением но если мы говорим про какие какой-нибудь дом кино не знаю каком-нибудь маленьком городишке скорее всего там показывают или dvd blu-ray или вот файл mp4 которые скачивают мы присылаем а вот я я на самом деле сам из города магнитогорск это относительно небольшой город в челябинской области вот я помню когда это маленький был у нас было на весь город два кинотеатра два кинотеатра и вот мне алану из магнитогорска хочется посмотреть допустим тоже триера тоже сорентина вот что мне сделать будучи человеком из какого-то неизвестного города маленького города чтобы вы привезли в наш кинотеатр этот фильм чтобы я и такие как я там несколько сто человек допустим посмотрели наконец этот вообще я способен что-то сделать для этого или нет да и у нас как раз недавно был такой кейс мы в ноябре выпускали фильм лил пип все для всех документальный фильм про рэпера лил пипа и это был невероятный опыт потому что мы никогда не получали такую обратную связь от своих зрителей они настолько были инициативными и активными они сами звонили и писали в кинотеатре говорили пожалуйста покажите этот фильм и кинотеатры начинали звонить и писать нам и говорили господи кто этот лил пип мы вообще не знаем пожалуйста объясните нам давайте мы уже возьмем его и покажем нас атакуют со всех сторон эти фанаты и это очень здорово для любого прокачка это очень приятно когда ты чувствуешь для что ты работаешь не в пустоту а что это действительно кому-то нужно поэтому если ты алан из магнитогорска и есть шанс что есть еще штук сто таких аланов то объединяйтесь просто выбирайте жертву какой кинотеатр вы будете писать и звоните лучше сразу в оба чтоб наверняка и все кинотеатры конечно же слушают зрителей нас они могут не слушать как прокатчиков потому что ну для них мы конечно какие-то свои корыстные интересы имеем но как вы как люди которые ходят в кино покупают у них билеты вы для них важнее всего они конечно будут прислушиваться к тому что хотят зрители и будут это ставить а есть какая-то своя фан-база сейчас у вас в регионах в маленьких городах кто так или иначе влияют на кинотеатры местные которые поняли ну у нас наверное нет но вот у лил пипа есть ну конечно зависит от проекта тут я знаю что за те годы которые мы существуем люди которые узнают кто мы такие какие фильмы мы привозим они конечно увеличиваются в количестве и я думаю что больше ходят на авторское кино что тоже является одним из рычагов до влияния для кинотеатров они видят статистику что люди все активнее ходят на какое-то авторское кино есть спросу значит будут ставить если там два землякопа сидит зале ну конечно никто особо не будет ваш фильм вставить поэтому мы всегда пытаемся донести до зрителей что ребята если вы хотите посмотреть какой-то фильм не откладывайте это на потом идите в первые дни как только он выходит иначе есть шанс что и вы его не увидите и не увидеть ничего подобного потому что кинотеатр поймет что это просто невыгодно а вот как вы понимаете что можно вести а что нельзя что вот как происходит процесс выбора фильмов то есть вот при вы приезжаете на какой там каны ну условное как я знаю там вроде бы тоже происходит купля-продаж происходящего и вот 10 фильмов я же понимаю что вряд ли можно купить все 10 то есть есть какая-то выборка есть какой-то момент что вот есть какая-то квота грубо говоря не знаю там четыре фильма и надо выбрать и вы такие так трир точно да джармуш не уверен там не знаю какой-нибудь госпарная точно нет его не допустят ну и так далее как происходит момент выбора фильмов это какой-то там процесс уже есть наверняка всегда по-разному с одной стороны с другой стороны всегда примерно одинаково во первых мы такие же обыкновенные люди и зрители со своими предпочтениями такие же живые любим каких-то режиссеров и актеров и у нас есть там наши любимые режиссеры то есть момент когда вот я просто люблю три ра поэтому три ра мы возьмем каждый раз ну и конечно мы ориентируемся на то как вообще у нас в стране относится к этому режиссеру к этому проекту она как было с тем же лил пипом летом мне позвонил наш создатель и руководитель дани горошка который собственно занимается отбором фильмов будет слушай мне тут предлагают купить фильм про какого-то лил пипа ты вообще знаешь кто я знаю что он умер но больше ничего не знаю давай я сейчас посмотрю в интернете как у него вообще дела с фанатской базы и тебе перезвоню через пару минут я захожу в контакт выбиваю лил пипу там где сообщества я вижу просто кучу пабликов там на 300 на 200 на 100 тысяч подписчиков они все супер активные и я конечно звоню дани грюданя хватай и беги потому что ну это нужно сделать мы никогда с таким не работали рискованный фильм документалка документалки дамич собирают зиму ли у него молодые поклонники и это было конечно мы переживали мы честно переживали мы не знали что нас ждет и когда мы начали работать мы просто были в шоке потому что это конечно аудитория совершенно другая она отличается от того с чем мы обычно имеем дело и это было с одной стороны какой-то новый опыт с другой стороны ты просто понимаешь насколько разные бывают люди потому что никогда люди не писали не звонили в таком количестве кинотеатром не просили чтобы кинотеатр ставили наш фильм никогда люди не писали не звонили нам в таком количестве у нас коллега в декрете финансовый директор какие-то фанаты нашли ее контакты на нашем сайте начали звонить среди ночи вы здравствуйте вы кинотеатр ребята что происходит я вообще в декрете что вообще там творится у вас поэтому ну конечно критерии по которым мы отбираем фильмы они все таки какие какие-то логические обоснования имеют это в первую очередь да мы примерно пытаемся понять это вообще зайдет нашей аудитории или не зайдет есть у этого фильма потенциал коммерческий или нет но при этом не всегда все обусловлено каким-то коммерческим потенциалом на самом деле мы иногда делаем безумные вещи просто потому что можем раз в год мы выпускаем какой-нибудь супер артовый фильм и совершенно понимаем что мы ничего не заработаем на нем и возможно даже потеряем но мы хотим это сделать просто потому что если мы этого не сделаем никто этого не сделает и таким образом и например привозили пару лет назад не пару даже больше фильм приходит дракон потом привозили тяжелый я этого же режиссера это конечно первое даже и я не дошел вот в этом году таким проектом стал фильм бертрана бонело малышка зомби и это слышал него это очень интересный авторский проект он очень многогранный сложно подогнать его под какое-то жанровое определение не мы совершенно понимали что мы не соберем много денег но из-за того что мы уже работали с этим режиссером уже выпускали другой его фильм и уже есть какие-то отношения и мы знали что это все таки какой-то знак качества уверенные в этом мастере и поэтому даже не сомневались как бы так и получилось что мы особо ничего на этом проекте не заработали но мы получили какое-то удовольствие того что мы отчасти выполнили какую-то просветительскую деятельность и показали кино и многие именно вот люди которые кинолюбы синефилы не знаю как это еще назвать они были в полном восторге критика просто было в экстазе в полном у нас редко когда были такие восторженные там кинокритические отзывы единогласные это конечно очень приятно когда ты понимаешь что ты делаешь не только ради денег но ты делаешь для искусства для какого-то просвещения а есть я хочу очень задать вопрос если какая-то фокус группа или там команды вот допустим вы привезли фильм и думаете в какие города отправлять этот фильм и есть какая-то фокус-группа которую вы показываете они такие вау это круто быстро собирается и вы тогда понимаете что точно этот фильм зайдет и отправлю во все главные города миллионники страны либо если никто не пришел на первый какой-то закрытый показ то вы тогда только в москве в питере нет нет у нас нет никакой такой фокус-группы мы всегда стараемся максимально расписать наши фильмы я считаю что не нужно ограничивать проект только там москвой и петербургом только потому что там это наше мнение я считаю что и там в том же магнитогорске есть сто аланов которые хотят посмотреть наш фильм и ну почему мы должны решать за них нужно давать фильму шанс если поплывет то хорошо если не поплывет но мы хотя бы попробовать всегда смотрите фильм перед покупкой это вот важно или вот вы вышел 3 так ну это три рчут смотрите вообще ну вот примерно так было стрелять сейчас вообще вот эта история про которую я рассказывала в начале когда вы приезжаете там на кинорынок и обсуждаете сделки и покупаете там фильмы это уже скорее исключение чем правило потому что на данный момент индустрия так развивается что фильмы покупают на этапе синопсиса на этапе предложения одного о том кто будет сниматься и о чем будет фильм собственно так было с триером нам просто сказали слушайте есть возможность купить фильм новый фильм триера он будет про серийного маньяка там будет мэтт дилан и ума турман и он будет готов через два года мы такие дайте два просто конечно мы вы купили за два года чуть ли не до выхода в прокат уже знали что вы будете его до здесь проводить он еще не был снят еще даже не начинались съемки и когда начались съемки нам дали даже возможность отправить одного журналиста из россии на съемки он писал там материалы и прислал нам фотографии со съемочной площадки поэтому есть своя прелесть в том что ты покупаешь фильм настолько заранее во первых это дешевле потому что когда фильм будет готов он поднимется в цене это как квартирами знаете типа когда ты покупаешь на этапе застройки это одни цифры когда дом уже знан то это уже другие цифры вот собственно тут так такая же аналогия и плюс еще есть вероятность что чем дольше что будешь тянуть с решением покупать не покупать фильм тем больше вероятность что кто-то другой сделает это за тебя да вот я как раз хотел спросить а бывают ситуации когда вы такие так ну вот это я точно хочу а оп а уже кто-то купил уже кто-то прокачивая то есть насколько этот рынок прокатчиков это же рынок конкурентов как я понимаю чем и творческих конкурентов кто будет выставлять там не знаю убийство священного оленя кто не будет его выставлять но и чисто коммерческие конкуренты конечно как это происходит то есть вот вас вы знаете что там знаю если я правильно пять раз слова знаю ну ладно если правильно знаю вы маяк не вы здесь показываете но маяк мне кажется идеально бы входил в когорту тех фильмов которые вы сюда привозите конечно все кинопрокатчики которые занимаются авторским кино мечтали о том чтобы купить маяк но дело в том что маяк принадлежал студии большой и ни у каких кинопрокатных компаний не было шансов его приобрести даже а то есть тут студия еще то есть в на рынке есть еще герои студии если есть ему такие небольшие компании типа наши да там это мы это про взгляд это иное кино это рашен world vision их довольно много вот мы занимаемся скажем небольшим кино авторским есть студийные до штуки которые прокатывают marvel там не знаю какие-то большие проекты гай ричи еще что-нибудь вот и у них были права на маяк и поэтому ну все понимали что там еще была такая вероятность что маяк мог не выйти даже на россию потому что в принципе потому что часто бывает что студии если они понимают что проектом слишком экспериментальный они могут понять что мы там ничего не заработаем с ним не будем выпускать на этой территории и поэтому долгое время среди синифилов относительно маяка был такой плач всенародный как же так мы не увидим маяк в россии в европе или где там вышел по-моему полгода назад или что то есть по хорошему его в мае показывали и это был полный ажиотаж конечно там были очереди которые растягивались на три улицы и я сама пыталась три раза его посмотреть и не попала ни разу вот я посмотрела его буквально на днях уже в москве вот не поняла зачем я стояла нет он у него есть своя прелесть но знаешь когда фильм настолько расхваливают у тебя уже есть какие-то завышенные ожидания а когда ты попадаешь на него ты думаешь научет как-то не знаю не дотянули мы мы сидели с молодым человеком каждый пять минут поворачивался говорил мне я ничего не понимаю я ничего не понимаю а я просто улыбалась ему потому что я тоже ничего не понимала понятно что ты считываешь какие-то метафоры но какой-то типа смысл фильма там не знаю конечно тебе очень сложно сразу понять нужно с этим походить подумать ну собственно мне кажется в этом и состоял концепт этого проекта а вот ты говорила про то что вот важно не только привести фильм но создать вокруг него некоторые образовательную деятельность да а вот может поподробнее то есть есть фильм там не знаю тот же самый трейлер уж давайте 3 суши я тогда опережу этот вопрос немного вклинись в тему ту как тогда получилось если ну три же это огромное имя как получилось у студии что нет студии которые так разошлись не при всем уважении три же это огромное имя смотрите у трира такая непростая репутация скажем так все знают что он снимает откровенно авторское кино которое широкой публике скажем недоступно непонятно и плюс еще тот скандал который был с его участием про гитлера и так далее мне кажется студии не захотели рисковать и но это такой баш на баш или сработает или не сработает а им все-таки нужны какие-то цифры обнадеживающие но конечно такие и плюс еще тут нужно понимать что студии не всегда могут работать с авторским кино они заточены под работу с массовым кино у них вот эти инструменты отлажены прекрасно которые там зарабатывают кучу денег как заманить кинотеатры огромное количество людей триру не надо чтобы его смотрела огромное количество людей потому что даже небольшое количество людей есть вероятность что часть их не поймет и будут жалобы и были жалобы которые писали с министерства культуры о том что что это вообще за беспредел в кинотеатрах требуем отменить показы и так далее чему там учите детей поэтому это хорошо что вы привезли помню когда мы когда он только вышел у нас там где-то месяц не утихали в лекторе разговоры то нет он не то имел ввиду нет здесь библия привязана здесь вергилий и вот столько разговоров мне лично не понравился этот фильм но разговоры о нем были интересны это каждый какую-то свою интерпретацию находил кому-то нравилось кому-то не нравилось и тут вопрос мне кажется можно вот как вы с этим относим откровенно жесткий тяжелый фильм а как у вас ребята если допустим вам вот настолько не нравится фильм прямо что что вообще но у нас свободная в общем то политика каждый имеет право считать так как он читает и например в случае с триером одна из наших коллег откровенно сказала что ребят я считаю что этот фильм там слишком жесток я бы не хотела иметь с ним ничего общего наверное я по этому проекту работать не буду ну и все понимающие отнеслись она там все равно как бы помогала нам в чем-то следила за тем как все идет но никто не говорил там что нет ты должна и обязана но я лично стараюсь всегда даже если мне бывает что-то не очень нравится я стараюсь убедить себя найти плюсы потому что очень сложно работать с тем что тебе не нравится нужно все таки любить то что ты делаешь иначе ничего хорошего не получится поэтому даже если ты понимаешь что что-то там как-то не так попытайся найти наверное что что-то что тебя привлекает и тогда будет проще вот если с триером то еще понимаю такую проблематичность то как сорентина тоже казалось бы имя уж явно не ну не такой проблемный с виду как минимум режиссер но опять же вы его привозите они большие студии мы когда начинали вообще работать сорентина мы выпустили великую красоту он в то время еще не был так известен как сейчас и он выстрелил с великой красоты до великой красоты его не так много знали и никто не подозревал что великая красота так выстрелит мы тоже покупали там я еще не работала в компании в этот момент до всех побед да 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 еще что да мы ребята приобрели фильм до всех побед и я как раз пришла типа когда него уже выпустили там через пару месяцев после этого и потом фильм взял оскар и ребята так обрадовались что сделали вечеринку в баре пиф-паф и там я уже как раз была и я помню как все просто веселились мы купили оскара такого в магазине там все ходили с ним в баре веселились это было очень здорово вот тут сразу вопрос есть а когда ты покупаешь фильм и этот фильм выходит прокат и он фоном получает начинает получать награды это помогает прокат ну грубо говоря там не знаю вот выпустили сейчас маяк а он номинацию за оператора получил и и плюс 5 тысяч пришло а ну да влияет ли номинации номинации награда на публику нас честно и становится больше мне кажется не всегда потому что вот возьмем фильм прощание который мы выпускали в октябре это фильм который сняла американская режиссерка лу лу ванг она посняла историю по мотивам своей жизни там сюжет заключается в том что девушка она живет в америке но ее бабушка живет в китае и вот вся семья которая живет в америке узнает что бабушка заболела но в китае не принято сообщать пожилым родственникам об их тяжелых болезнях чтобы они типа спокойно дожили свой век и они понимают что им надо ехать в китай и придумать какой-то повод почему они едут чтобы бабушка не расстроилась и они придумывают фейковую свадьбу внука и все плетутся значит китай и это очень такая трогательная история трагикомедия там есть где слезу пустить и есть где посмеяться души и это фильм который мелькал мне кажется в очень многих лонг листах и шорт листах различных кинопремий в итоге он взял золотой глобус все оставили что он возьмет еще какую-нибудь номинацию на оскар за за главную роль думали за аквафину и за сценарий потому что действительно классный сценарий оригинальный но в итоге ничего никаких номинаций на оскар не было но вот вот этот базу он постоянно был что вот фильм возможно номинант на премию оскар бла-бла-бла нет это не мне кажется нет никак не повлияло на зрителей его посмотрел немного людей но как бы он заработал там какие-то деньги небольшие мы в принципе понимали что это будет непростой проект потому что там все главные герои это китайцы и там нет лиц нет известных лиц да как бы самое известное лицо там аквафина про которые тоже у нас не особо знают вот но при этом в америке это безусловно был хит и он опережал мстителей по наработке на копию кинотеатрах мы посчитали что важно этот фильм показать и мы очень рады что мы это сделали то тоже свою гешталь закрыли но вот что касается вопрос кинопремии бывает что это влияет и играет на руку фильм когда например великая красота взяла оскар некоторые кинотеатры снова взяли ее и стали показывать или сейчас с паразитами такая история они же собрали там кучу наград уже и сейчас приняли решение показывать паразитов черно-белом варианте по инсионе прочитал новости черно-белый вариант да и вот многие кинотеатры будут показывать а заново паразитов уже в черно-белом варианте поэтому это прикольно маркетинговый инструмент да а вот у вас же получается что вы иногда через там два три четыре пять месяцев год фильм показывать после премьеры допустим в мире а как с пиратством вот если люди там тот же самый маяк можно было пять раз посмотреть не ожидая его в кино уголосной озвучкой поймите с субтитры делаю спокойно у нас вот была история например с убийством священного оленя потому что мы планировали сначала выпустить его осенью потом что-то нам нам британцы запретили выпускать раньше них у них прокат был в декабре и мы не могли выпустить раньше них и нам пришлось ждать до зимы и короче в январе тоже такое кино выпускать нельзя и мы перенесли аж на февраль а там типа в ноябре что ли его уже слили в интернет за границей и естественно его быстро там перевели умельцы наши и каждый мог даже я его так посмотрела я буду работать это нормальная вообще история и несмотря на то что фильм был слит заранее до выхода фильма в прокат в россии несмотря на то что многие посмотрели его дома на компьютере все равно хорошо собрал в прокате и многие пошли его смотреть в кино потому что все таки опыт просмотра в кино что ни говори он отличается и иногда даже несмотря посмотрел фильм там дома на компьютере тебе все равно хочется посмотреть его и на большом экране тоже. Мне кажется, в этом популярность, во многом популярность повторных проклятов культовых фильмов. Ну, то есть все видели Кубрика «Космическую Одиссею», но, там, не знаю, 70% видели ее дома на ноутбуке. Ну, то есть я, у меня не было, когда она была в кино, причем мы ее в России, по-моему, не показывали, ну, в СССР. И вот сейчас есть шанс, когда какое-нибудь то же самое иное кино делает это в публичной сфере, на большом экране. Это вот тот шанс посмотреть кино, как оно должно быть. Но я тут хочу сделать такое маленькое отступление, что, как ни странно, у меня с вашей компанией связаны целые личные истории, ровно про убийство священного оленя, потому что, если я правильно помню, вы иногда отдаете-продаете плакаты. И вот у меня дома есть плакат Паттерсона, плакат священного оленя и плакат молодости, который я купил у вас. Ну, это здорово. И дома у меня на стене убийство священного оленя, ну, то есть это один из моих любимых фильмов. А мы их не просто продаем, мы еще все эти деньги отдаем приюту для собак. Да-да-да, ну, то есть я такой, я приходил к вам в офис, получал плакаты, у меня они дома, и прям... А эти плакаты вы сами делаете? Ну, в смысле, дизайн? Ну, мы печатаем, в зависимости тоже от ситуации, сейчас расскажу, но, например, есть какой-нибудь фильм, у него есть плакат, но мы понимаем, что нам он не нравится, да, макет, что на нашу аудиторию он не сработает, и мы тогда делаем свой. Или бывает так, что мы купили фильм, а к нему еще нет постера, и тогда мы тоже вынуждены делать его сами. Как было, например, с фильмом «Сен-Лоран» стиль «Это я», в оригинальном французском постере там главный герой стоит с сигаретой, и тогда вышел закон, что нельзя там с табачными изделиями, и все дела, и нам надо было делать свой вариант, чтобы не было табачных изделий. А как, кстати, вот, получается же в фильме, если даже один раз там кто-то покурит, все, это 18+, получается? По-моему, там есть какая-то градация между 16+, и 18+. Ну, и 16+, то есть... Я вот, честно вам скажу, не сильно в вопросах возрастных ограничений, но, по-моему, если просто там курят, выпивают, это 16+, а если есть постельные сцены, то там и насилие, то это уже 18+. А если это не влияет на историю, допустим, один раз в кадре там кто-то покурил, или кто-то... Я имею в виду, как тогда, а хочется показать до 16 лет людям. Это вот была проблема, опять же, с тем же Лил Пипом, там такая эпопея была, ребята, это просто невозможно. Он был 18+. Он был 18+. А, то есть минус вся аудитория. 90%. Ну, скажем, 60, наверное, процентов аудитории, и у нас, когда были премьерные показы, проблема была в том, что мы сами не знали, что вступил в действие закон, когда даже если тебе младше 18, скажем, 17, но твои родители приходят с тобой в кинотеатр и готовы смотреть фильм, вас все равно не пустят. А раньше же можно было. А раньше можно было, да. От 18 до 18 с родителями. Вот. И это было, конечно, для нас всех ударом, и для нас как прокатчиков, и для зрителей большим горем. Но было смешно, что я, конечно, поражаюсь этой потрясающей аудиторией. Они находили лазейки всевозможными способами. У нас была премьера в Петербурге, не премьера, а специальный показ в формуле Киногалерея, и там вот стоит очередь, не знаю, 60 человек, но всем по ним видно, что они там младше 18, но откровенно видно. Но они такие, мы забыли паспорт дома, но у нас есть скан, смотрите. Естественно, там отфотошопленный скан, ну и кинотеатр такой, ну ладно, проходите. Но кинотеатрам тоже, мне кажется, не классно, когда у них будет ползала пустых, и поэтому кто-то шел навстречу, кто-то не шел навстречу, принципиально в этом плане был. Но еще тут проблема в том, что кинотеатр может за это влететь в штраф, и они этого, конечно, боятся, но кто-то рискует, кто-то не рискует. У всех по-разному. А вот тяжело договариваться с кинотеатрами? То есть мы немножко начинали, это так, в двух словах, эту тему. В пользу, да. То есть, грубо говоря, вот у тебя есть фильм там, ну, если еще убийство и членовление, я еще понимаю, как можно показать кинотеатру, так сказать, ну, извините меня, тут у него там недавно номинации на Оскар были и так далее, то какой-нибудь там лил пипа, как, так сказать, придут, полные залы будут. Вот как происходит момент уговора кинотеатра? Это вы же, как понимаете, сеть уговариваете, но не конкретные же кинотеатры. Ну, если мы работаем с единичным кинотеатром, уговариваем единичные кинотеатры. Если мы работаем с сетевыми, то уговариваем сразу сеть. И с сетью было вообще очень смешно. Это был синема-парк и формула кино, ну, объединенная сеть. И мы говорим, ребят, давайте сделаем, значит, у вас предпоказы. Да, то есть там фильм, я не помню, а-ля там, допустим, выходил 18-го, а мы им предлагаем, а нет, 21-го выходил лил пип, а мы им предлагаем показать 17-го, например, во многих городах на три дня раньше. И кинотеатр такой, ой, ну, что-то мы не знаем, кто это вообще такой, ла-ла-ла. Мы такие, ну, вот смотрите, вот вам, значит, мы вам статистику присылаем, вот вам скриншоты из его групп, посмотрите, сколько аудиторий, по-любому там, типа, будет все классно. Ну, ладно, поставим. Поставили в маленькие залы, и маленькие залы раскупились за пару дней, и они такие, ой, а можно мы еще залы откроем? Мы не думали, что так билеты разлетятся, но мы не могли уже открыть вторые залы, и нужно было ограничиться тем, что есть. В каких-то городах мы пошли навстречу, в каких-то нет, но... А вы еще и регламентируете, где вы... Сколько залов можно, сколько копий? Ну, да, мы можем на это влиять, в том плане, что, смотрите, почему мы были против того, чтобы в каких-то городах, например, открывать вторые залы. Возьмем какой-нибудь город Екатеринбург, где довольно большое население и довольно много кинотеатров. Если мы... И мы уже там со всеми этими кинотеатрами договорились, что фильм там выходит в прокат с 21-го, но в синемапарке будет там, раньше всех, показ с 17-го. Это и так уже эксклюзив, это и так уже для синемапарка классно. И когда они говорят, давайте откроем еще один зал, мы понимаем, что если мы сейчас разрешим им открыть еще один зал, к нам придут другие кинотеатры из Екатеринбурга и скажут, ребят, ну что вы у нас аудиторию отжимаете? Конечно, мы стараемся, чтобы всем было классно, чтобы и у синемапарка был эксклюзив, и другие кинотеатры тоже свою аудиторию получили. А бывает, что в кинотеатры сами к вам приходили, дескать, мы тут услышали, что у вас триер, давайте-ка к нам. Да, конечно. Вот у нас есть, например, сейчас в ожидании проекта «Гаспарне», который был в Каннах в этом году, с Шарлотой Денцбург, «Люкса и Терна». И мы уже получили, мне кажется, кучу предложений о том, что давайте у нас, а давайте у нас, но мы пока... Нет, почему, после «Экстаза», «Унаэ», «В России», «Любовь». А «Экстаза», я просто ходил пешком в кино на «Экстаз», но это такое... Пешком. Пешком. На цей дороге. Я уточняю. Я ходил, то есть при мне люди из зал выходили. Ну, то есть я видел... Но не для всех кино, конечно. Но это достаточно ярко было. Просто «Любовь», по-моему, так и не прокатывали здесь. Были какие-то специальные разовые показы, я помню, что в рамках послания к человеку что-либо в Великан-парке был, по-моему, показ. Там был ажиотаж полнейший, билеты, по-моему, супердорогие были. Вот. Но все равно все знают, что «Экстаза» – это скандально известный режиссер, что народ на него валит толпами. И даже если эти толпы наполовину уходят из зала, недосидевшие до конца, тем не менее билеты они купили. Ну да, это, в принципе, уже не важно, что называется, во многом. А вот, а не страшно купить «Гаспароне» или вы уже видели этот фильм, как я понимаю? Когда мы его купили, мы еще не видели. Да, а вот не страшно купить такого кота в мешке, увидеть там полфильма как «Любовь». Ну, то есть то, что вы, знаете, вот через 20 минут понимаете, что это просто непрока не подопустят. И вы же деньги потеряете на этом, как я понимаю. А вы знаете, какая у нас история с нынешним «Нее» потрясающая? Мы купили фильм, а он был 50 минут. То есть это как короткометражный фильм был. И мы такие, ну нормально, будет интересный опыт, посмотрим, как с короткометражным кино получится поработать. А потом нам говорят, ой, знаете, «Гаспарон решил доснять фильм, поэтому придется подождать, пока он доснимет короткую версию, выпускать нельзя». Такие, окей. Ну и вот уже прошло несколько месяцев, и мы не знаем, когда он будет его доснимать, доснял он его или нет. А вы до сих пор не знаете, как это? А у него есть какие-то рамки, что типа, ну, «Гаспарон, давай снимай». Ну, нам никто о них не говорит. Мы терпеливо ждем и надеемся, что это скоро произойдет. И что мы сможем показать. Но я не удивлюсь, если вдруг все вообще отменится, и никто не будет доснимать этот фильм, и все просто скажут, ну все. Или выпускаете, или не выпускаете. Нет, нет. Нет проблемы привозить такое неформатное кино. Ну, то есть, короткие метры, в принципе, в кино у нас, как я знаю, показаны только в виде антологии, ну, детской, там, 10 краткометражек. Либо уже такое, ну, хотя бы час-тридцать, ну, так классическая какая-нибудь простая голливудская комедия, ну, полтора. А вот 50 минут – это не туда и не туда. Как кинотеатр. То есть, мне кажется, для кинотеатров, они ставят обычный ценник на это, им же не очень понятно. То есть, двухчасовой фильм, понятно, все с ним. А это как трехчасовой. То есть, кстати, это второй вопрос. Насколько… Я не помню, есть ли у вас трехчасовые фильмы. Лора. А? Лора, Триер – это все длинные фильмы. А, да, Лора. Ну, да, Триер – да, это же тоже длинное все. Насколько тяжело возить неформатный 50 минут, 3 часа? Ну, это непросто. И, конечно, короткий метр возить сложнее, чем длинный. И вот мы в феврале будем выпускать фильм «Невероятное» с Жулианой Мур. «Невероятное» – это фильм, который идет 35 минут. 35 минут. 35 минут. Это фильм, который снял Лука Гуаданиньо. Он режиссер Call Me By Your Name. Он режиссер Все Спири, которая в прошлом году была. И это классный, известный режиссер. Там классный каст. Это Джулиана Мур. Это Кайл Маклоклин из «Тинпикса». Это Амия Гот. Еще Кики Лейн такая для авторских поклонников, для поклонников авторского кино известная девушка. Она играла, если бы Билл Стрит могла заговорить. И вся эта история еще снята при поддержке модного дома Валентина. То есть там все ходят в потрясающе прекрасно красивых нарядах, от которых невозможно просто отрывать взгляд. И если ты платье Валентина себе не можешь позволить, то ты можешь позволить себе билет в кино и посмотреть на эти платья на большом экране. И оно того, конечно, стоит. И вот мы сейчас в процессе работы над ним, над этим проектом. И мы, конечно, сталкиваемся с определенными проблемами. Кинотеатры не все, конечно, готовы с таким работать. Кто-то берет, кто-то нет. Приходится какие-то приводить аргументы, почему это здорово. Кому-то эти аргументы и не нужны. Кто-то и так готов брать. Если это какой-то люксовый кинотеатр, куда ходит, скажем, публика, которая привыкла такие фильмы смотреть, то кинотеатр берет. Если это не региональные какие-то кинотеатры, конечно, это будет сложнее. Но плюс этого проекта в том, что он буквально через несколько дней после того, как мы выпустим его в прокат, он выйдет на кинопоиски. И можно будет посмотреть его онлайн. И не выходить из дома. Вот сейчас, раз мы заговорили о трудностях, заговорили о неформате. Понятное дело, с коротким метром, с длинным метром, а с документалками. Вот как обстоят дела. Вот смотрите, мы в этом. В прошлом году уже, в 2019-м, выпустили два документальных фильма. Первый это был «С любовью Антоша» про актера Антона Ельчина в сентябре. Жутко популярный, как я знаю. По слухам и по некоторому общему атмосферу этого фильма, мне кажется, на него, как говорится, много людей, которые уважают себя, не сходили. Ну, вот нам тоже так казалось. А фильм не сработал. Да, это пример плохого. Ну, не плохого, но, скажем, он, типа, ушел в ноль, можно так сказать хотя бы. И для нас это было, конечно, ударом, потому что мы рассчитывали немножко на другой результат. Мы очень много сделали для этого фильма, очень лично к нему относились. И портрет Антона сделали на, господи, набережной реки Фонтанки, да? Да, а не набережной канала Грибоедова, извиняюсь. На Пиф-Пафе как раз мы делали его портрет. Инициировали много материалов. И так как Антон сам был из Петербурга, и как будто это историческая родина его, и мы были на связи с его родителями, они записывали видеообращения для российских зрителей. Короче говоря, была проделана очень большая работа. Но когда начался прокат, мы поняли, что все плохо. Но такова жизнь. Потом ты выпускаешь в ноябре Лил Пипа и зарабатываешь довольно много денег. И думаешь, как это все работает. А правды вариант. А как вообще, ну вот я сейчас думаю, при всем уважении к Антону Ельчину, но есть тысячи актеров, которые гораздо популярнее, гораздо там сейчас на слуху, а о них не снимают документальные фильмы, а о нем сняли. Ну, нужно умереть в 27, а быть жутко талантливым, чтобы про тебя сняли. Позавчера умер один из Монти Пайтонов. Вот он снимут про него документалку или нет. Ахит О'Леджер, про него снимали? Да. А, про него есть. Вот про кого-кого? Не, на самом деле, там про того же Курта Кавейна есть. Ну, это такие немножко понятные персонажи. Про Эми, Вайнхаус. Да. Ну, это же из Клуба 27 разве все вот они, да, перечисленные были. Ну, и Антон, получается, тоже в этом клубе. Да, понятно. И он все-таки, ну, это у нас он, кажется, не настолько известный, наверное. Хотя, как посмотреть, он играл в Стартреке, и у Стартрека довольно большая фанатская база в России. И выживут только любовники. И выживут только любовники. Ну, небольшая роль, конечно. Ну, небольшая, но я помню его. Вот я до этой шумихи никогда не делал из него шумиху у себя в голове. То есть просто, ну, я знаю, такой актер российский, который не стесняется быть там. Но вот в этом фильме я его запомнил. Ну, это прям запоминающийся. Там еще история про этот документальный фильм про Антона. Там дело не в том, вот почему про одних снимают, а про других не снимают, и кем надо быть, чтобы про тебя сняли. Там просто потрясающая история его жизни. Потому что, несмотря на то, что он был актером, он был прекрасным человеком. И у него были очень теплые отношения со всеми коллегами. Это и Уильям Дефо, и Дженнифер Лоуренс, и Кристен Стюарт, которая была у него в юношестве влюбленных. И он работал с очень такими мастодонтами. Он там работал, когда он был подростком, с Энтони Хопкинсом, например. И Энтони Хопкинс подарил ему на съемках книгу Станиславского. И он написал, что тебе это уже не надо, у тебя есть талант. Ну, трогай себе. И у него были совершенно невероятные родители и отношения с родителями. Ирина и Виктор, его мама и папа, они жили в Петербурге. Они были советскими фигуристами. И у них была хорошая карьера. Но когда Ирина узнала, что они ждут ребенка, они приняли решение, что когда он родится, они переедут в Штаты, потому что это было неспокойное время для них. И они приняли такое решение. Там у Виктора жил брат, и он хорошо, в принципе, жил там спокойно. И они для Антона, можно сказать, приняли это решение, чтобы у него было лучшее будущее. И они переехали туда. И, возможно, благодаря этому так сложилась его жизнь. Он стал такой вот знаменитой личностью. И у него состоялась актерская карьера. Возможно, если бы они остались в России, этого бы не произошло. Ну, вот такие дела. А вторая документалка? Пролил пипа. А, и вот про документалку как ты мог, как говорится, забыть свой плагист? Еще один момент. Я вам скажу, что до того, как мы начали работать с этим фильмом, я ничего не знала про Лил Пипа, как я вам уже рассказала. Но когда мы начали работать, и я посмотрела фильм, у меня реально, я ждала выхода нового альбома посмертно. Просто мне снились треки из фильма. Я думаю, господи, когда это прекратится? Ну, ты становишься вольно-невольно фанатом, потому что ты тоже, когда посмотришь этот фильм, ты заражаешься харизмой его личности. Он тоже был потрясающим парнем. И когда мы только начинали работать с проектом, я думаю, блин, что за фигня? Про какого-то рэпера будем фильм показывать? Ну, скатились уже вообще. Где Триры, где Лил Пипа? А потом ты посмотрел фильм, и для тебя открылся просто дивный новый мир. И ты понимаешь, как ты чертовски заблуждался, что это вообще потрясающий был парень. И что если бы не сложилась так печальная его судьба, я уверена, что у него было бы огромное будущее. Потому что он действительно большой талант. И его дедушка там в фильме, с которым у них тоже были очень близкие отношения, который там увлекался марксизмом, у которого висит портрет Ленина на стене. И это все, ты думаешь, господи. И Лил Пип, который был против капитализма в музыкальной индустрии, мечтал совершить революцию, поэтому выкладывал все свои треки на Саундклауде. И типа все для всех. Это потому, что он был в рубаха парень и раздавал все, что у него было своим корешам. Конечно, это ну... Это же он, если не ошибаюсь, там про Россию клип вроде что-то такое. У него была гигантская фанатская база в России. И он, когда сам прослеживал статистику на Саундклауде, увидел, что у него там гигантское количество прослушиваний из России. Он вообще не понял, почему. Но решил, что прикольно, надо, наверное, как-то работать побольше с российской аудиторией. И он приезжал в Россию с концертами. У него был концерт в Петербурге, в Москве и в Екатеринбурге. И он снял в Екатеринбурге, по-моему, два клипа. Ну, в России точно два клипа. И плюс все его клипы потом, которые выходили, они выходили с русскими субтитрами. И поэтому, когда у нас была премьера в Москве, это был зал на полторы тысячи мест. Он был раскуплен полностью. Это были какие-то вообще люди, зрители невероятные. Это было вообще удивительно наблюдать эту картину. Пришли люди, которые никогда в кинотеатре не были. Мы спрашивали, здрасте, я вот пришел в кинотеатр. А как билет распечатать в кино? А где зал вообще находится? И ты понимаешь, какое ты вообще дело на самом деле делаешь? Вот этой историей. Вот. Слушай, я сейчас вспомнил. Да, ты хочешь задать вопрос, Никита? Да, давай. Я сейчас вспомнил. У нас же был подкаст с Михаилом Черняком, который занимается дубляжом фильмов, я правильно сказал. Он озвучивает, переводит. Точнее, переводит как другое, он озвучивает, да? А вы, получается, покупаете на оригинале фильм, сюда привозите, и получается, это ваша задача, чтобы перевести на русский язык. Это было бы в субтитрах, либо это было бы с озвучанием. Вот вы как работаете с этим? Потому что вы решаете, что нет, вот этот фильм будет с субтитрами, а вот этот фильм звучит такие известные голоса, либо как это вообще происходит? Смотрите, какая история. Мы вообще все свои фильмы стараемся делать в двух форматах. И с субтитрами, и с озвучкой. И кинотеатрам предоставляем на выбор. И кинотеатры выбирают ту версию, которую считают нужным. Если у них люди любят смотреть с субтитрами, они ставят в программу субтитры. Если с озвучкой, с озвучкой. Есть буквально пару исключений, когда мы делали только субтитры. Это, например, у нас был летом фильм, который назывался «Give me liberty». Так прямо и назывался по-русски. «Give me liberty». И это было сознательное решение, потому что фильм про русских мигрантов в Америке, которые говорят на таком смешном американском языке с русским акцентом сильным. И там половина фильма на русском языке, а половина они там говорят на своем английском, ломаном американском. И мы понимали, что нет смысла заниматься озвучкой, потому что у тебя полфильма на русском. И важно показать именно то, как они смешно говорят. И поэтому было принято решение, и мы это обсуждали с режиссером, и сошлись во мнении, что фильм будет только с субтитрами. И еще был, по-моему, «Gimme Danger» такая же была история. Нам просто, по-моему, Джим Джармош сказал, что я бы не хотел, чтобы была озвучка, я бы хотел, чтобы были субтитры. А вот ты, подожди, Майя, вообще же тебя перебивать. Ладно, ладно, спрашивай. А вот у нас сегодня какой-то прям дуэль вопросов накипела, это называется. А лично вы как любите смотреть? Я с субтитрами люблю. Не мешают? Нет, совершенно. У меня, знаете, какая трагедия случилась? Я езжу на много фестивалей, смотрю кино с субтитрами, и когда ты приезжаешь в Берлин или Венецию, это всегда субтитры, в любом случае, на английском. Я пришла этой весной, значит, мы были в Каннах, я пришла на фильм «Долана» новый, и мне попалось место на балконе, и я поняла, что я ничего не вижу. А фильм на французском? А фильм на французском. И мне пришлось, я думаю, ладно, посижу час, может, я что-нибудь пойму. Естественно, ничего не поняла, через полчаса ушла, и поняла, что надо делать очки. Так что теперь хожу в кино в очках. Грустная история. Грустная, вообще трагедия. Я хотел что спросить. Так, ну да. Вы привозите, опять-таки, авторское кино. Допустим, там играет какой-то известный актер, которого привыкли здесь слышать под одним голосом. Ну, для примера, тот же Ди Каприо, мы все прекрасно знаем, что его Бурунов озвучивает, и ты слышишь этот голос, слышишь Бурунова, вспоминаешь Ди Каприо всегда. А если, допустим, Ди Каприо снялся в авторском фильме, вы это привезли, а Бурунов не хочет его озвучивать? Ну, это скорее цена вопроса. А, вот-вот, все. Тогда понятно. Как бы, я вот, честно говоря, не вспомню, что-то у нас такое было. По-моему, когда мы триера выпускали, и стоял вопрос насчет голоса то ли Ума Турман, то ли Метта Дилана, что у них есть как бы свой официальный голос, или мы делаем там на свое усмотрение озвучку, и, по-моему, мы все-таки приняли решение делать другую озвучку, не официальный голос, потому что это просто было дешевле. А насколько это влияет на восприятие зрителя? Честно говоря, я не думаю, что это сильно влияет. Лично на меня, например, от этого вообще никак не влияет. Ну, субтитры как снимают проблему. Ну, даже если я смотрю фильм в озвучке, у меня нет какой-то привязки, вот что я хочу смотреть, чтобы только Бурунов озвучивал Ди Каприо. Ну, совершенно нет. Почему? В любом случае мы понимаем, что это не голос Ди Каприо. Ты же все равно ради Ди Каприо идешь, а не ради Бурунова там. Не знаю. Мне очень нравится, как он озвучивает. Нет, есть еще там свой голос у... Как его, господи, зовут? Железного человека. Роберт Довневлась. Да. И он очень узнаваемый. Вот когда я его вижу, например, когда его озвучивают не его голосом. А Владимир Зайцев-то? Вот это странное ощущение, когда ты как-то привык к одному, а видишь, потом слышишь другое. Но для меня, ну вот лично для меня, это вообще никакая не проблема. Ну, возможно, для кого-то из зрителей это играет какую-то роль. Интересно. Как вам, кстати, говорю. Вот вы как сами, как зрители. Я привык к этим голосам. И когда я вижу где-то... Я просто на самом деле трудно вспомню, где Ди Каприо играет так, чтобы там были... Да нет, ну это классика. Раньше как это было? Ты в кино, нет возможности пойти. Мама не дала денег на билет. Смотришь в пиратской версии там какой-нибудь... Папа принес DVD-шку, где 10 фильмов на диске. О, как я любил это. Я 300 спартанцев так посмотрел, и это мой любимый впечатлен. Я Закиснайдер, в принципе. Камера трясется. Ты смотришь так-так, понятно. Чье-то плечо в кадре. Попкорн пролетает. Ладно. Я хотел еще вернуться... Давай возвращайся. Что так много шучу сегодня, господи? Я хотел вернуться к документалкам. Мы обычно серьезно. Сегодня так не получается. Я хотел вернуться к документалкам. У меня ровно один вопрос, ровно про одну документалку, но она наболела. Потому что я не помню, чтобы ее привозили в Россию. Вот мне интересно, почему иногда появляются некоторые фильмы, которые... Ну вот никто и не привез в итоге. Ну то есть, есть ли может быть какой-то список фильмов, которые, что называется, никто не захотел, и они по дешевке, там распродажа фильмов, там я не знаю. Акция, да, какая-то. Да, типа два по цене одного. Я объясню такой фильм. Я просто могу ошибаться, может, вы его и прокатывали, но мне кажется, нет. А может, ты проверил. Это документалка про Первую мировую от Питера Джексона. Она как-то еще... Такое мощное у нее название, я не помню как. Какое, конечно, не помню. Но есть документалка про Первую мировую. Да, там, где он сделал, отреставрировал и показал эти кадры, кинохроники единым фильмом и еще и сделал это все цветным. И это, ну просто это по трейлеру вызывало у меня, ну такое вот трепетное отношение. Я очень щепетелен к таким вещам. И полторачасовая документалка про Первую мировую, дайте два. А ее, я знаю, что ее показывали, были отдельные показы, это было, но я не помню прям проката, проката, ну чтобы и у меня была, грубо говоря, неделя, чтобы на него сходить. В чем-то странно. Они никогда не станут старше. Да, да. Вот на мой взгляд, это что-то совсем бомбическое. Вот даже название такое. Слушай, ну вот если верить кинопоиску, премьера в России была 17 ноября. То есть, скорее всего, прокатывали, просто я не понял и не попал. Где-нибудь в одном кинотеатре, где-нибудь в самом центре Москвы. Три билета на дом. Я помню, что он был в рамках каких-то фестивалей показан. Да, я вот такие единичные показы помню. И я думала тоже пойти или не пойти. И, по-моему, в итоге не попала. Я вот тоже не попал. Вот в этом у меня боль. Но это, скорее, такая попытка начать разговор про то, вот эти вот моменты, когда некоторые фильмы, ну никто так и не купил. И вообще бывает такое, что там какой-то режиссер, ну случайно одни не захотели, другим не понравилось, третий решили, что и так накупила, накупили. И все, его никто не прокатывает здесь просто. Слушайте, у меня была личная тоже боль. Это был фильм Аньеса Варда. «Люди деревни». «Лица деревни». «Лица деревни», да. Он был в Каннах. Я увидела его там. Это было потрясающе. Я подумала, что я готова смотреть этот фильм всю свою жизнь. И очень надеялась. Я очень хотела, чтобы мы его купили, или чтобы хотя бы кто-нибудь его купил. Но не мы его не купили, никто его не купил на Россию. Но было тоже, по-моему, его в рамках пары фестиваля показали. И на этом как бы все. И тут вопрос, конечно, коммерческой выгоды для прокатчика. Прокатчик, к сожалению, не может выпускать фильмы, которые будут ему в убыток. Ну, по крайней мере, мы себе не можем этого позволить. И бывают случаи, когда там, не знаю, есть какие-то инвесторы, которые дают деньги, и тебе не надо беспокоиться о сборах. Но в нашем случае это не так. Я говорю за нас. Поэтому мы вот чисто из коммерческих соображений понимали, что этот фильм не принесет прибыли. И у нас есть коллеги в Прибалтике. Там тоже есть компания A1. И они выпускают практически те же самые фильмы, что и мы. То есть такое же название, но другая компания. A1 Baltics, типа, да. Аля наш филиал в Прибалтике. Это Латвия, Литва, Эстония. И там они показывали этот фильм. А мы в России не показывали. Для меня это была личная трагедия. Но потом фильм вышел. Где-то он вышел на какой-то онлайн-платформе. Да, я вот тоже где-то его видел. На Кинопольске. Я не помню где. Короче, где-то он на легальном сервисе вышел. Я спокойно пересмотрела его дома. И сейчас меняется немножечко вот эта индустрия за счет онлайн-платформ. Часто фильм не выходит в прокат, но выходит на онлайн-платформе, например. Вот я как раз хотел об этом поговорить, потому что тут интересный момент. Когда вы покупаете фильм, тот же самый, не знаю, «Бесвященного оленя» и так далее, мы просто поговорим вещи, которых смотрели. «Молодость», например, и прочее. Вот у вас есть права на фильм. В онлайн-кинотеатре вы же продаете права на этот фильм. То есть вы занимаетесь... Разной деятельностью и кинотеатральной, и онлайн-платформой. И вы выбираете на какую онлайн-платформу продавать. То есть есть «Кинопоиск», есть там «Окка», есть там «Медиатека». Или, например, «Три» раньше вышел на «Е», а все последние наши фильмы раньше выходят на «Кинопоиски». А сколько лет вам права принадлежат? Вот, допустим, вы выпустили фильм? «Великую красоту» в 2014 или когда-то 2013. Вообще, в зависимости от конкретного случая, но обычно права даются в нашем случае на 7 лет, например, или на 10 лет. Если ты хочешь продлить, то доплачиваешь, и они дальше остаются за тобой. Если нет, то все, как бы права заканчиваются, ты больше не имеешь права. Просто, допустим, если показать какие-то мощные того же «Космическую Одиссею», это уже, получается, может показать любой другой прокатчик, да? Кто купит права. Кто купит права, да. Есть разные категории прав. Есть кинотеатральные права, типа как у нас, да, когда мы имеем право показывать фильм в прокате в кино, а есть разовые права, да, права на разовые показы. Это вот то, как, например, работает, не знаю, иное кино, например, да. Хотя они сейчас тоже перешли к истории прокатов, когда они заново просто выпускают фильм в прокаты, но это обусловлено там историей с Министерством культуры, которые там ввели ограничения по прокатным удостоверениям, и в связи с этим получилось, что невыгодно покупать права на разовые показы. Хотя раньше вот все вот эти ретроспективы, синематейки, вот это все, это все разовые показы. Или фестивали, да, как фестивали привозят там того же Питера Джекса, они покупают право на там два, например, показа в рамках фестиваля. И все. И это, конечно, гораздо дешевле, чем выпустить фильм в прокат. Как, кстати, вот мы так сейчас подобрались к этой теме. Сейчас, подожди, я хочу с этим закончить. И последнее. То есть я правильно понимаю, что великую красоту вот вы можете в любой момент пустить в кинотеатр, если кинотеатр за. То есть у вас есть просто права, и вы такие, а, пойду запущу, и можно запустить. То есть вдруг он сейчас на пике популярности, вы такие, а давай еще. До сих пор великая красота идет в кино уже там шесть или семь лет. На все еще. А в Москве был кинотеатр Соловей до недавнего времени, где сделали зал Соррентина. И показывали каждый день его фильмы там. И вам денежка, грубо говоря, вот такая фоном, просто, дескать, молодость. Я думал, два раза сходил просто. Я просто вспоминаю фильм сразу же, когда только вышел Аватар, ну, Кемерона. Да. Он, я жил тогда в Москве, но он, я помню точно... Полгода, мне кажется. Какой полгода? Года три он показывался в формуле кино. Начними показывать. Я тогда вообще не понимаю, а почему обычно две-три недели, а этот до сих пор просто его крутят и крутят, крутят и крутят. Я не знаю, сейчас он показывается или нет, давно в Москве не был. Ну, вот это та история, когда, если кинотеатры видят, что на фильм ходят, они готовы его держать хоть по несколько лет. и готовы делать залы под этого режиссера и показывают там его фильмы. И когда Соловей снесли недавно, программу Соловья забрал Каро Арт, Каро Октябрь, и теперь там показывают Сорентина. И продолжают как бы. Ну, ты знаешь, куда теперь их. Конечно, я туда, туда. Ну, и в Петербурге мы тоже довольно часто делаем какие-то показы специальные, то есть проката, по-моему, уже такого прям нет нигде, если только Дом кино, периодически так покручивает. Но мы иногда там с разными площадками, даже не совсем киношными работаем, а-ля музей советских игровых автоматов. Есть такой. Есть, что у нас еще в Петербурге есть? Ну, то есть, Новая Голландия, наверное. Ну, какие-то, да, Новая Голландия, ну, на Новой Голландии все-таки у них интерес, это новые фильмы. Они всегда нацелены на то, чтобы показывать те фильмы, которые еще не вышли в прокат, быть одними из первых. А если я захочу вот аудиторию какую-нибудь арендую, поставлю в проектор. Так, чисто к слову, да? Так, чисто к слову. И включу фильм какой-нибудь там того же Сорентина. А еще попрошу за это денежку. 100 рублей за билет, за вход. Это нарушение. Это нарушение. Да, и за это может штраф прилететь. Ну, а если мы с вами договоримся, то знаете, у нас тут фестиваль, так любим Сорентина, просто не можем. Давайте как-нибудь мы запустим еще раз прокат молодости, договоримся об условиях, и в принципе вы готовы допустить, что где-то показывается молодость, если с вами это все согласовано, все формальности урегулированы, у вас есть возможность демонстрации. Да, есть разные виды сотрудничества. Например, если это кинотеатр, если это постоянные коммерческие отношения, если мы там от проекта к проекту заработаем, то обычно это типа 50 на 50. То есть, ты приходишь в кинотеатр, покупаешь билет, и 50% от стоимости идет кинотеатр, там, допустим, 50% идет правообладателю, то есть нам. Бывают разные соотношения, если это какой-то сетевой кинотеатр, часто бывает, что 60% сетевому кинотеатру 40% прокатчику. Если мы говорим о каких-то фестивалях или о каких-то вот неформатных там в рамках лекций, показов, каких-то ивентах таких, которые разовые, то чаще всего это все-таки другая схема, которая называется минимальная гарантия. Когда организаторы показа предоставляют правообладателю какую-то минимальную денежную гарантию за показ в зависимости от того, сколько людей планируется, сколько показов планируется и какая цель этого показа. Там одно дело, когда это, скажем, какой-нибудь показ в университете кино. Да, мы понимаем, что там денег у них нет, можем там чисто символически какие-то деньги попросить. И еще зависит, продаются билеты или не продаются и по какой цене. Если это какой-то бренд приходит и говорит, знаете, мы хотим сделать показ для своего бренда, для своих клиентов и партнеров. водный дом приходит того же самого Далана какого-нибудь показать. там у нас была история, когда Gimmy Danger показывали аудио, по-моему. И они там, ну, за другую сумму показывали, да, фильм. А если я не беру со своих зрителей, просто решил в колуарах включить этот фильм, и это... Но даже если бесплатно вам нужно согласовывать, потому... Это просто мне интересно. Нет, это нормальный вопрос, потому что, конечно, у нас еще в России не развито до конца вот это понимание, да, у нас люди только недавно стали платить за подписки на онлайн-сервисы, и это уже большой прогресс. И только недавно люди начали понимать, что нельзя просто так включить фильм там, типа, и собирать деньги. Некоторые еще так делают, некоторые уже этого не делают, и это уже хорошо. Короче, тут, как сказать, прогресс идет, и слава богу. А насколько это прогресс вообще бьет по вам? Ну, то есть, онлайн-платформа это место, где ты такой, ну, я там посмотрю, что мне в кино пираться, у меня есть диван, у меня есть телек, у меня есть подписка на ОКК, я там все увижу, ну, через две недели. Нет, ну, не через две недели. Цифровые релизы, как правило, выходят через два месяца после проката, после окончания проката. Это если вы сайты правильные не знаете. Нет, ну, если мы говорим о легальных штуках, да, каких-то, я сама человек, который, у меня подписки на Кинопоиск, на Амедиатеку, на Иви, на ОКК, на Netflix, на Amazon, ну, и еще на пару сервисов. Сейчас зарплату просто подписываю. Вот. Бывает, что я просто забываю отписаться, или, знаете, я не снимаю, я не снимаю, так, ну, ладно, потом отпишу, и каждый месяц вот это вот происходит. Но я понимаю, что я в любой момент могу сесть, включить, да, и посмотреть, тем более там на Иви довольно много, на самом деле, релизов выходит интересных. На Кинопоиске тоже довольно быстро появляются сейчас фильмы, потому что они делают сейчас очень сильно упор на развитие своего онлайн-сервиса. То есть они хотят уйти от вот этого позиционирования, что мы просто кинопортал, к позиционированию, что мы все-таки и онлайн-кинотеатр, и билеты у нас купить можно в кино. И они очень много для этого делают, и фильмы покупают классные на эксклюзивных каких-то условиях, чтобы у них пораньше это вышло, чем у других. Ну, это удобно. Они себя так зарекомендовали, что если я хочу что-то узнать, мне говорят, вот этот фильм, посмотри. Я сперва иду сразу в Кинопоиск, я смотрю оценку, вижу, что ниже шести, говорю, нет, я не буду смотреть этот фильм. Не будем комментировать критерии Олана. Да, они довольны, как говорится. Вот. Не, я согласен, что мне просто интересно, сколько бьет, такое вот развитие подписочных сервисов бьет по оффлайн-дистрибьюции. Ну, с одной стороны, это классно, потому что мы получаем доходы от того, что нам платят за то, что там будет этот фильм. С другой стороны. Я прерву. А если ты покупаешь подписку на ОКО, как вам платят за конкретный фильм по времени? Ну, то есть, грубо говоря, вот в ОКО есть там, не знаю, убийство священного оленя. Я купил не убийство священного оленя, я купил подписку на ОКО, и внутри подписки посмотрелся убийство священного оленя. Ну, смотрите, так как я не занимаюсь правами для диджитал-платформ, я не суперэксперт в этом, но, насколько я знаю, там такая история, что сервис платит тебе, ну, ты договариваешься с сервисом на какую-то сумму денег определенную, в зависимости от того, как они будут этот фильм на своем сервисе показывать. Если это будет по подписке, это одна сумма. Если еще пользователь должен заплатить за этот фильм, кроме подписки, то там уже идет вот дележ какой-то вот этих средств, которые пользователь платит. Там, типа, наверное, тоже 50% идет сервису, там 50% прокачку. Я этого точно не знаю, вот хороший вопрос для моих коллег надо будет задать. цифры зачем сейчас обсуждать, да? Конечно. Мне больше, ну как, ты закончил с этим? Ну, Да. Я почему хотел, я к чему хотел так подойти? Ты так вскользь проговорилась про государство. Вот хочется понять, как государство вообще регулирует, регулирует, да, то, что, что может смотреть, что нельзя смотреть, насколько это вот сложно в России какие-то фильмы, которые за рубежом считаются. Почему спрашиваем? У нас прошлый подкаст был с художником. Ну, вот вы все помните, наверное, не так давно ситуацию, то, что в Екатеринбурге в какой-то галерее закрыли грудь, там, какие-то гениталии, словно, да, просто карточками. Ну, сейчас это сложный рядом, конечно. цензура и все прочее. И что за рубежом считается искусством, фильм просто потому, что, не потому, что ему захотелось про это снять, а он просто так сделал. У нас, ты сама сказала, то, что триера хотели запретить, а насколько вот по вам это бьет, если кто-то захотел запретить, написал кучу писем, и вам приходит, говорит, все, сворачивайтесь. Ну, смотри, как вообще работает вся эта история. Чтобы выпустить любой фильм в прокат, прокатчик должен получить прокатное удостоверение. Для этого нужно предоставить Министерству культуры копию фильма, там какие-то документы подтверждающие, что у вас есть права на этот фильм, ну, и там описание, там всякие, короче, данные. Министерство культуры смотрит фильм, выносит свой вердикт, можно такое русским людям смотреть или нельзя, и в зависимости от этого дает тебе прокатное удостоверение или не дает прокатное удостоверение. Если тебе дают прокатное удостоверение, все классно, ты можешь показывать фильмы в кино, кинотеатрам высылаются копии этого прокатного удостоверения, они открывают продажи, и люди могут покупать билеты. Если тебе не дают это прокатное удостоверение, то ты не имеешь права показывать фильмы, кинотеатры не будут продавать билеты на этот фильм, это нарушение законодательства если вы купили этот фильм потом вы привезли и государство ну нет а что тогда делать фильм ну конечно ты всегда должен понимать какие-то критерии да что могут запретить а что не могут запретить и тут конечно у нас еще не совершенная система потому что есть момент самоцензуры есть всякого рода другие моменты вот как это у нас было с фильмом по воле божьей франсуа зона который мы в мае выпускали этого года прошлого года уж господи фильм основан на реальных событиях которые произошли пару лет назад во франции когда уважаемого священника католического обвинили в том что он педофил и расслевал мальчиков прихожан и началось как бы разбирательство судебное обвинили его уже взрослые эти выросшие мальчики которые объединились и решили так сказать дать злоотпор и это был большой скандал и франсуа зон решил снять на основе этой истории фильм мы когда покупали этот фильм мы не могли подумать что у нас будут какие-то с ним проблемы если честно потому что мы считаем что эта проблема не только католической церкви это проблема любого общества и нужно об этом говорить если об этом не говорить никуда это не денется как говорят если я сделаю вид что этого нет да может быть это пропадет нет так это не работает и мы считали очень важным показать это кино тем более она была на берлинском кинофестивале взяло награду серебряного медведя и вообще все у фильма было хорошо до одного прекрасного дня когда мы поняли что нам четко как-то задерживает прокатное удостоверение а проблема была в том что мы когда выпускали но ставили дату релиза мы не подумали совершенно никто не подумал про то что это пасха в пасху да насколько понимаю дело не в религии а вообще ну потому что мы никогда не могли подумать что в светском государстве это может вообще как-то помешать раз уж нас церковь отделена государственного аппарата все должно было быть в порядке но оказалось что это не так и нам дали рекомендацию подождать пока пройдет пасхи выпустить фильм на несколько дней позже что для нас как для кинопрокатчика было конечно большим ударом потому что самый большой поток прибыли идет в первые дни проката и так как нам эти первые дни проката обломали конечно фильм собрал меньше чем мог бы Dienstleens знаю еще приходится перепечатывать всю рекламу нет мы ничего не перепечатателяidade чё не печатали или айф рост не но у нас уже все было готово там стояло да тогда которые мы изначально ставили мы не стали ничего перепечатывать потому что там разница всего в три дня ну уж смысл не было никакого и другое дело если там на месяц перенесли ну наверное может быть мы что-тоedom его когда это разница в три дня тебе фоллиграфию 3 дня будут печатать и отправить не успеешь банально Поэтому вот так вот. Да, у Министерства культуры есть власть, и они очень сильно влияют, и не только на какие-то церковные темы, но как это было в случае с медвежонком Паддингтоном второй частью. А, то, что его передвинули? Все как-то стало странно, и люди стали реально там жаловаться, писать там жалобы, и в итоге там с горем пополам все-таки выпустили этого медвежонка Паддингтона через два дня после намеченного старта, но хоть как-то. Или там со смертью Сталина еще более была печальная история. Поэтому, ну, все сталкиваются, знаете, когда происходило все это с смертью Сталина, потом медвежонок Паддингтон, некоторые прокатчики начинали объединяться, писать коллективные письма поддержки в Министерство культуры, там, что типа нельзя, так и все дела. И, конечно, кто-то, наверное, думал, что, ой, да ладно, меня не коснется. Но коснуться может любого совершенно по разным поводам, просто потому что, не знаю, русский фильм хотят, чтобы вышел и собрал больше денег. Неважно, у тебя есть что-то запретное в фильме или нет. Это, как вот Мединский недавно же сказал потрясающую фразу. Поговорю, что сейчас поставил министр культуры. Он теперь помощник президента по вопросам культуры, поэтому никуда он не взялся, мы не избавились от зла. Я боюсь, что это будет мой последний подкаст. Не ваш, а наш. Да, вырежьте это, пожалуйста. Три секунды помолчим, чтобы это вырезать, да? Как это делается. Да, и что там? А, он сказал, что на майских праздниках не будет никаких американских релизов, будут только военно-патриотические фильмы. Это как там, а, Мститель там еще двигает. Да, что не будет никаких Мстителей, и Мстить мы будем только нацистам. Так там, по-моему, фраза его звучала. Это, по-моему, потрясающий персонаж, конечно. Ну, посмотрим, сейчас же поменялось немножечко все, посмотрим, к чему это приведет. Новый министр культуры связан с кино, я помню, я читала интервью на Медузе. Она, кстати говоря, Ольга Любимова. Она помогала нам, когда у нас была проблема с Азоном, она была на нашей стороне. И это, конечно, выселяет немного надежды на то, что все будет неплохо. И вот, наверное, такая последняя общая тема, которую я хочу тоже затронуть, это про кинофестивали. Все-таки мы это пару раз говорили, бросали словами Канны, Венеции, Берлин и так далее. Вот интересно, я же правильно понимаю, что вы туда ездите? Вот как это? Нет, ну, я просто, ну, я знаю некоторых людей, которые туда ездят. Вот вообще, как это происходит? Потому что я знаю там вот эти разговоры про бесконечные очереди и так далее. Это, знаете, есть мем ожидания реальности. Вот это примерно тоже, да. Ожидаешь красную дорожку, а в реальности ты сидишь в очереди по два часа задним билетом. Туда абсолютно любой, кто хочет, может прийти. Там, в зависимости от фестиваля, самый, наверное, демократичный фестиваль из категории класса А – это Берлинале, потому что туда можно приехать, грубо говоря, просто туристом и купить билеты в кассу, в кассе на любой сеанс, будь это премьера или не премьера, в зависимости от того, как долго ты будешь сидеть в очереди и насколько рано ты придешь. Вот, то есть ты можешь спокойно попасть на премьеру какую-то. Конечно, там билеты подороже, там, я не помню, по-моему, долларов 30, наверное, будет стоить. Но зато ты будешь на премьере. И что классно, ты не обязан приходить на эту премьеру при параде, во фраке или на каблуках. Ты можешь прийти в пуховике и спортивных штанах, и вообще никто тебе ничего не скажет. Это, конечно, мне кажется, потрясающе. Все за это Берлинале любят. Потому что в Каннах немножко другая система. Во-первых, в Каннах не продаются билеты. Это все-таки индустриальная история. Туда приезжают журналисты, туда приезжают кинопрокатные компании. Ну и, собственно, те, кто принимают участие в создании фильмов. Актеры, актрисы, продюсеры, режиссеры и так далее. Там ты не купишь билет. Единственное, если ты, как это говорится, положишься на волю случая, и тебе кто-то отдаст с барского плеча. Да, там есть история, когда ты возле фестивального дворца, стоит довольно много людей с табличками, типа, хочу билет на Тарантино, пожалуйста, Сильвупле. И есть там замученный журналист, которому этот билет не нужен, он выйдет и скажет, держи. И человек побежит. Отходит Тарантино и отдает свой билет. И люди, представляете, они весь день могут стоять в этом фраке с этой табличкой. А без фрака туда как бы не пускают? На красную дорожку не пускают, да. С улицы не попасть, ну, практически. Поэтому все эти люди с табличками, это смешно, потому что они в вечерних нарядах стоят. Там 30 градусов жары, ты в футболке умираешь, а они там в перьях, в стразах. Ты думаешь, господи, да, идите ради бога. Но это, конечно, когда ты попадаешь в первый раз, это такое все какое-то нереально сказочное. Ты там себя щипаешь каждые три минуты, что как же я здесь оказался. Сейчас меня выгонят, меня раскусят, что я вообще какой-то непонятно кто. Но потом уже, вот я вам честно скажу, в этом году у меня был уже четвертый или пятый Каннский фестиваль. И мы с подругой из CinemaHolic, с Катей Корследи, такие, блин, Кать, вообще, может, не поедем на следующий фестиваль? Я больше не могу. Потому что это на самом деле тяжело. То есть, когда ты приезжаешь домой, и такой, блин, я так устал. Все-таки, да ладно, ты там на берегу валялся, загорал. Фильмы смотрел, с Тарантино фоткался, что ты там устал вообще? Вот мы устали, мы тут работали, а ты там прохлаждался. На самом деле, не так все, конечно. Ты встаешь рано утром, четыре фильма подряд смотришь, не ешь, не спишь, не пьешь, не знаю. Еще стоишь в очереди по два часа на солнцепеке 30-градусном, падаешь в обморок там, не знаю. Ну, короче, так себе удовольствие, на самом деле. Хорошо, если фильм хороший, а если еще фильм какой-нибудь не очень попадется, то и совсем плохо как-то. Журналисты вообще, мне кажется, они там не спят, ничего. Ну, они обязаны просматривать. Ну, они типа идут вот с раннего утра. Первый пресс-показ начинается в 8.30. Вот они в 8.30 выходят, посмотрели фильм, там вышли в 10.30, у них пресс-конференция с актерами, пошли, послушали пресс-конференцию, пошли на следующий фильм. Вот так вот сделали три раза в день, а ночью им надо написать тексты и сдать редакции, а на следующий день все опять по новой. Это хорошо, что если ты любишь фильмы, и так две недели. Да, и под конец фестиваля ты просто хочешь убивать, конечно, уже, и тебе совершенно уже плевать на все. Поэтому там, конечно, если вдруг кто-то полезет без очереди, рискует остаться без ног, рук. А вот кинопрокатчики там общаются с режиссерами, с актерами, то есть это какой-то такой единый мир? Да, бывает. Если мы, например, представляем, ну, купили уже какой-то фильм, который есть в программе фестиваля, то часто компания, которая продюсирует этот фильм, компания, которая создавала этот фильм, она устраивает накануне премьеры, типа за час или за полтора, торжественный вечер, кто-то приглашает прокатчиков из разных стран, которые купили этот фильм. И там присутствует съемочная группа, режиссер, актеры, где можно подойти, там, пожать руку, сказать спасибо, представиться и упасть в обморок, там, не знаю, от счастья. А потом пойти на премьеру, посмотреть фильм, подумать, господи, как я буду это выпускать. И вот у нас просто так было с триером. Там была история такая, что моему директору пришел пригласительный билет на такую вот торжественную встречу с триером. Хотя никто не знал, будет там триер или нет, там никто не гарантирует. Может, ты просто придешь, попьешь шампанского с другими людьми и уйдешь, никого не будет. Это тоже есть вероятность. И, значит, директору пришел этот билет, он говорит, слушай, хочешь, а то я улетаю, я не успею. Я такая, конечно, я хочу, но там проблема была в том, что билет именной. То есть там написано, типа, Даниэль Горошко. Я думаю, так, ну, надо что-то придумать, надо, ну, я не знаю, что придумать, ну, пойду как-нибудь. Собралась, прихожу, а там, значит, девушки на входе, и они спрашивают, мол, вы на вечеринку дома, который построил Джек, и говорю, да, они говорят, как вас зовут? Я говорю, Даниэла. Никто не задает вопросов, я прохожу, ну, и там встретила знакомых прокатчиков. А мы этот фильм, дом, который построил Джек, мы его выпускали не сами. Мы его выпускали вместе с компанией Russian World Vision. Это московская прокатная компания, и мы вместе с ними в паре выпускали этот фильм. Они занимались росписью со своей стороны, общались с кинотеатрами. Мы помогали с точки зрения продвижения, вот, и, значит, мы там встретились, встретили литовских там, значит, прокатчиков. Там было очень много выпивки, но было мало еды, а нам как бы нечего было делать. Мы, естественно, быстренько опьянели, а потом увидели, что там в углу сидит триер, и никто к нему не подходит. И мы думали, что происходит, надо подойти к человеку, что он сидит одинок и грустный. Крифт-то у нас видят людей, да, общаться с ним. Да, и мы пришли, начали сжать ему руки, говорить, как мы его любим, как он потрясающий. В какой-то момент его женщина увидела весь этот беспредел, прибежала его спасать. Но мы уже были довольны, мы уже нафотографировались с ним, уже все хорошо. А он как бы не такой, типа, так отошли. Знаете, нет, он был очень таким доброжелательным человеком, я, конечно... У него вид дедушки, да, сейчас уже последние годы. Он прям в очень плохом был состоянии, да. У него прям очень сильно тряслись руки, он медленно разговаривал, конечно. Я помню, что у меня немножко был шок, потому что это один из моих любимых режиссеров, и я, конечно, никогда не мечтала даже, что я его увижу вживую. И тут я с ним разговариваю, и я понимаю, что, ну, мне очень жалко видеть то, что я вижу, потому что, возможно, он больше ничего не снимет. Особенно после такого тяжелого проекта, который он сделал. И я прям, мне кажется, неделю грустила. Не знала, круто, что я его увидела или не круто, потому что вот эта грусть, она, конечно, была. Но с другой стороны, когда мы общались по этому поводу с Антоном Долиным, он сказал, слушайте, он всю жизнь такой, типа, у него всегда трясутся руки. Я вот про него книжку писала, я с ним разговаривала, вот, типа, пытался мне там автограф оставить, и там не мог оставить, потому что руки тряслись. Но это не от возраста зависит от того, что у него там были проблемы с алкоголем и со всеми другими вещами, поэтому ничего удивительного нет. Вот. А вот вообще как часто происходит именно общение с режиссерами и актерами? То есть вы, вот, покупаете вы там Лан Тимаса, например, фильм, и вот вы вообще с ним общаетесь, или вы общаетесь там с продюсерами, еще с кем-то, а режиссер просто, грубо говоря, фоном. Есть, но вы не трогаете его. Ну, прежде всего мы, конечно, общаемся с продюсерами. Если, зависит от того, насколько режиссер вовлечен в проект, потому что, например, Джим Джармуш – это фанат своего дела, и он сам там, грубо говоря, продюсирует свои фильмы. Поэтому, когда мы общались по «Гимми Дэнджер» и «Патроссона», там было вплоть до того, что мы все должны были согласовывать с ним, вплоть до постов в социальных сетях. И это, конечно, удивительно было для нас, потому что в основном, в большинстве ты имеешь дело с продюсерами, но иногда бывает так, что и режиссер принимает участие. Я вот тут, может быть, что-то не знаю. Вы привозите режиссеров, актеров? Есть ли в этот момент, когда идет промо-фильм, промо в России фильма, а часто ли вы в нем? Пытаетесь ли вы привезти вот кого-то из тех, кто это создавал, кто-то это делает? Да, мы привозили в Россию Бертрана Банелоа и Каспара Ульеле, когда выпускали «Санглоран стиль – это я». Мы привозили Франсуа Азона, причем два раза. Первый раз, когда выходила новая подружка, а второй раз недавно это был «Двуличный любовник». И вместе с ним мы привозили актрису Марину Вакт, которая играла главную роль. И из последней, ну вот, так же Сарантино приезжал, но привозили его не мы, его привозило послание к человеку фестиваль, потому что там была премьера лора. Но мы принимали участие в организации, потому что как прокатчики мы были заинтересованы в интервью различных с прессой, и мы этим всем занимались, сопровождали режиссера, общались светлыми. А это вообще тяжело вот возить такие громкие имена? Тяжело, конечно. Ну, не тяжело, это, знаете, просто очень насыщенно, потому что они, грубо говоря, приезжают на два дня, и вам надо успеть провести с ними интервью, съездить к Курганту, сходить на торжественный прием, сделать премьеру. Конечно, это два самых насыщенных дня в году, когда приезжают такие личности, и потом ты будешь вспоминать это еще год, как все было. Ну, вот в этом году мы привозили, конечно, не таких именитых авторов, но тоже режиссера и соавтора фильма «Give me liberty» это Кирилл Михановский и Элис Остин. Они, ну, Кирилл, он выходец из России, но он уже давно живет в Америке, он уже гражданин Америки. И мы вот привозили его в Москву и в Петербург вместе с Элис. Они представляли фильм, давали интервью, принимали участие в промокомпании. Понял. Так, на меня уже смотрит злобно Алан, поэтому, Алан, давай, выговаривайся. Ну, понятно. Все, я даже оставил скин на меня, да? Алан в тупик. Хорошо. И прежде чем мы закончим, ну, мы и так уже вышли за рамки, но ладно. Но прежде чем мы закончим, Вика, скажи, пожалуйста, где вас смотреть? В каких кинотеатрах? В каких кинотеатрах? Где вообще, допустим, самые ваши популярные, любимые точки? Ну, если мы говорим при Петербург, то это прежде всего Англитер, Дом кино, Аврора, Ленфильм, сетевые кинотеатры в том числе, это там Коро Варшавский экспресс, иногда Формули кино галереи даже показывают. Вот, мы на самом деле в наших социальных сетях обычно публикуем список кинотеатров, которые будут показывать тот или иной фильм, потому что они так или иначе иногда отличаются, какие-то кинотеатры работают с этим фильмом, какие-то с другим работают. Мы там ВКонтакте всегда делаем документ, в котором пишем города, кинотеатры, и потом в Инстаграме там делаем сториз с ссылкой на то, что это может быть. В общем, вас смотрите в разных кинотеатрах, на вашем сайте, напомню, сайт у вас. Иванфильмс.пост. Да, и может быть для наших зрителей, для нас такие, не знаю, 2-3 фильма, которые выйдут там, в ближайшие несколько месяцев, которые вы прокатываете, на которые можно сходить, чтобы поддержать вас и творчески, и индивидуально, и просто материально. Значит, смотрите, 6 февраля мы выпускаем фильм «Правда» режиссера Хирокадзу Кареэда. Это режиссер, который в прошлом году получил золотую пальмовую ветвь за фильм «Магазинные воришки». Потрясающее кино. В фильме «Правда» в новом, который мы сейчас будем выпускать, играют французские звезды Катрин Данёв, Жюльет Бинош и американский актер Итан Хоук. В общем, такой очень классный каст. История семейная, драма, драмеди, можно так, наверное, это назвать. Фильм открывал Венецианский кинофестиваль в этом году. Кстати, музыку к фильму написал российский композитор Алексей Айгек, с которым мы будем записывать тоже скоро подкаст на эту тему. Конкуренты? Да нет, друзья. Да и конечно. Парень и слух. После «Правды» мы выпустим фильм «Невероятный», про который уже сегодня с вами разговаривали. Это короткометражный фильм, который будет идти всего 35 минут с Жулианной Мур, Кайлом Макклоклином и Мией Год. Этот фильм был в Каннах, но он был не в основной программе, а в двухнедельнике режиссеров. Вторая, можно сказать, по значимости программа. В ней же, по-моему, был и «Маяк Эггерса». Да, и получил приз. Вот. Так что хороший, классный, красивый, потрясающий фильм с продюсированной домом Валентина, поэтому обязательно всем советуем посмотреть его. Тем более, если не получится посмотреть в кино, можно будет на Кинопоиске посмотреть, как и все остальные наши фильмы. Только этот гораздо раньше. И у нас в марте будет наш первый русский фильм. До этого мы никогда не выпускали русское кино. То есть даже фильм «Гивми Либерти» это американский фильм. А мы будем выпускать первый раз русское кино. К нам пришел актер Григорий Добрикин, который снял свой первый режиссерский дебют, и сказал, что ребята, давайте поработаем. Мы, люди простые, предлагают поработать. Тоже очень интересное кино, которое рассказывает историю семейной пары. Они живут в небольшом городке, простые люди, она работает на почте, у него своя мастерская. И однажды он узнает о мире чат-рулеток и влюбляется в Эфрам-модель. И это все меняет. Так что вы знаете, что смотреть на ближайшие три месяца. Мы знаем, что смотреть. Спасибо, что пришли к нам. Рассказали про такую внутреннюю кухню. То есть фильмы-то мы видим, а как, что за этим стоит, какие люди за этим стоят, что за этим стоит вообще целая работа большого количества людей, большого количества, такой целый рынок, целый некоторый архипелаг, который производит, создает и позволяет нам здесь на русском языке, что довольно важно, смотреть фильмы, которые действительно заслуживают того, чтобы быть посмотренным. Поэтому спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вас за... Спасибо, что делаете свое дело. Да, за вашу деятельность. Теперь мы знаем, куда смотреть, что смотреть. И вообще, по-хорошему, мне кажется, идеально пойти сегодня домой и пересмотреть «Убесвященного оленя». На кинопоиске. На кинопоиске. Такая беспалевная сквозная реклама кинопоиска. Да, вообще, почему кинопоиск? Кинопоиск, Ока, где еще ваша... Иви. Иви, да. iTunes тот же, например. Там тоже есть. Отлично. Спасибо вам. Все, спасибо вам. На официальных каналах, да. Да, только официально. Друзья, давайте все-таки иметь уже совесть смотреть это все через официальные источники. Спасибо. До скорых встречи. До встречи.